Здравствуйте, друзья! В этом видео, как я и обещал, я покажу, как легко и быстро, без пайки и дополнительных устройств, прошить на прошивку ESP Home реле от Sonoff Mini и Basic в ревизии DIY. Все действия, которые будут показаны в этом видео, абсолютно аналогичны для обоих этих реле. Единственное отличие – это сами конфигурационные файлы, ссылки на которые будут в описании под этим видео. В качестве примера для сегодняшнего видео я буду использовать реле Sonoff Mini. Итак, поехали! Обзор по этому реле я уже делал, и если вы его не видели, рекомендую сначала посмотреть его, ссылка в описании под видео. Поэтому обычную вступительную часть пропущу. Подключаем реле к сети электропитания и переходим к шагу подключения к штатному приложению. Напомню, штатное приложение для устройств Sonoff называется Evelink. Реле надо заводить в сеть 2,4 ГГц через режим Quick Pairing. Это делается для того, чтобы проверить версию штатной прошивки. До корректной переделки она должна быть не менее чем 3,3,0. Теперь нужно создать бинарный файл прошивки в ESP Home, создав при помощи мастера новый проект. Придумываем имя проекта, выбираем платформу, пишем название сети Wi-Fi и пароль к ней, а также пароль для подключения к реле и создаем новый конфиг-файл. Если пишет конфиг-файл не найден, обновляем страницу. Базовый конфиг, созданный при помощи мастера, заменяем на конфиг для нужного реле. Ссылки на мои конфигурационные файлы, как я и говорил, в описании под этим видео. Сначала идет меню подстановок, в нем я сохраняю уникальное название для реле, это помогает стандартизировать конфиги. Далее идет секция с названием проекта и платформой, потом настройки Wi-Fi сети. Я прописываю статический IP адрес. Веб-сервер я не включаю, необходимости в нем не вижу. Далее идет конфигурация самого устройства, лампочка, реле, его работа при нажатии клавиши и внешнего выключателя. В конце конфига информационные сенсоры, уровни сигнала, времени работы, версии прошивки. Проверяем прошивку, если ошибок нет, запускаем компиляцию файла прошивки. Пока прошивка собирается, нужно перевести реле в DIY режим. Для этого нужно снять крышку и установить комплектную перемычку. Прошиваться и работать дальше, это реле будет с перемычкой, снимать ее в дальнейшем не нужно. Тем временем прошивка собралась. Нажимаем скачать бинарный файл и сохраняем его на диске. Объем бинарника порядка 400 килобайт. На смартфоне включаем режим точки доступа с названием сети Sanof DIY и паролем 2017-06-18-SM. Реле после включения питания подключится к этой сети автоматически. Теперь подключаем к этой же сети компьютер и запускаем приложение Sanof DIY Tools с GitHub страницы производителя. Ссылка также в описании и под видео. Проверяем, нормально ли реагирует устройство на команды включить-выключить. Это в какой-то мере гарантирует успешность перепрошивки. Далее через меню Brush Machine переходим в меню перепрошивки, где указываем сохраненный бинарный файл, выбираем устройство для перепрошивки и запускаем процесс заливки бинарника. После успешной прошивки отключаем и снова включаем питание реле. В аддоне ESP Home через меню Show Locks проверяем все ли получилось. На экране видим перечень параметров и журнал работы реле. В систему Home Assistant новое устройство добавляется через меню настройки, интеграции ESP Home. Пишем адрес устройства и пароль для подключения. Реле и все прописанные в конфиге сенсоры пробрасываются в систему. Для удобства время работы реле в секундах сенсора Uptime я перевожу в удобный вид. Дни, часы и минуты. Ссылка, например, такого сенсора тоже в описании под видео. Для применения нового сенсора Instance нужно перегрузить. После перезагрузки проверяем, время в секундах преобразовывается в минуты, все корректно. Проверяем все остальные сущности устройства, все тоже определяется корректно. Вместо встроенного веб-сервера, который хорошо отъедает ресурсы ESP, которые я отключил, я использую карточку, созданную в интерфейсе LowLace. Вот так она выглядит в моем варианте представления. Само же реле через сущность свитч используем в автоматизациях и скриптах. Как видите, весь процесс довольно простой и не займет у вас много времени. Что касается версии аддона ESP Home, на данный момент я использую версию ветки DEV 15.0. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые видео, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok